В эфире iNews в студии Андрей Соколов. В ближайшие минуты самые интересные новости из мира науки и IT-индустрии. Что-то неладное творится с программой Trade-In, которую компания Samsung объявила в России для продвижения своего флагмана Galaxy S8. Акция, напомним, была запущена 1 июня. Изначально программа распространялась на iPhone, начиная с шестерки, и на собственные смартфоны Samsung от Galaxy S6 и выше. Пользователь сдает свой старый смартфон, взамен получая скидку на Galaxy S8. Дешевле всего флагмана обошелся бы при сдаче прошлогоднего Galaxy S7 Edge. Скидка 32 тысячи рублей. Если для техники Samsung программа получилась довольно актуальной, корейские смартфоны быстро дешевеют на вторичном рынке, то вот для владельцев iPhone выгода сомнительна. На любой интернет-площадке продать смартфон Apple можно значительно дороже по сравнению с той скидкой, которую дает Samsung в рамках Trade-In. И, видимо, желающих сдать смартфоны Samsung оказалось слишком много, а тех, кто готов расстаться с iPhone, очень мало, потому что условия акции на ходу поменялись. Теперь Samsung не принимает собственные смартфоны по Trade-In. Сдать можно только iPhone. Максимальная скидка та же — 32 тысячи, в данном случае за сданный iPhone 7 Plus. Ситуация выглядит несколько странно. Конечно, цель — переманить поклонников Apple. Понятно, но ведь и поддерживать лояльность уже имеющейся аудитории тоже важно. К примеру, по аналогичной программе в США Samsung делает наибольший акцент именно на собственных смартфонах, давая за них максимальную скидку на флагманы. За сдачу любых аппаратов от других производителей клиента получают намного меньше. У нас же все наоборот. Мегафоны, социальная сеть ВКонтакте в преддверии запуска виртуального оператора VK Mobile проводят бета-тестирование. Напомним, официальный старт запланирован на 15 июля. Уже сейчас желающие могут заказать сим-карту VK Mobile на специальной странице в социальной сети ВКонтакте. Доставка осуществляется в крупные города, такие как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород и так далее. Стоимость заказа — 450 рублей. Эта же сумма будет зачислена на лицевой счет. Подключиться можно как с новым, так и с существующим номером. Абонентская плата составит 399 рублей в месяц. Пользователи получат неограниченный доступ к сервисам ВКонтакте. Смогут сохранять музыку офлайн, для остальных сайтов будут доступны всего 2 гига в месяц. Стоимость звонков и смс составит чуть более полутора рублей за минуту или одно сообщение. Внутри сети разговоры и переписка бесплатны. Также отсутствует роуминг в России. Стоит отметить, что как полноценный виртуальный оператор VK Mobile не состоится. Как сообщает газета «Ведомости», Мегафон и ВКонтакте ограничились лишь новым товарным знаком. Так что юридически абонента VK Mobile будут клиентами Мегафона. По факту пользователи получают просто тариф под новым брендом. Но что интересно, они же будут платить за звонки и сообщения другим официальным пользователям Мегафона. Вот такое интересное разделение получается. Исходя из особенностей VK Mobile специалисты считают, что тариф получился очень нишевым. Интересен он будет в основном активным пользователем ВКонтакте. Аудитория не маленькая, но ведь и другие предложения тоже никто не отменял. На этом все. Смотрите iNews и оставайтесь в курсе самых интересных событий из мира науки и IT-индустрии. Также вступайте в нашу группу в социальной сети ВКонтакте. Адрес сообщества сейчас на ваших экранах. В студии был Андрей Соколов. Всего доброго и до встречи.